Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и обычно я делаю такую счастливую улыбку при встрече с вами, а сегодня я на редкость серьезен, вы видите я снова одет свою униформу, на которой написано, мы защищаем своих дочерей и к этому есть повод. Дело в том, что сейчас по Германии идут демонстрации, женские демонстрации протеста, наконец-то через боль они поняли, что не надо забрасывать пришельцев мишками и цветами, то что они принесли сюда далеко не благополучные плоды. Дело в том, что эти женщины, они действительно учились через боль, у кого-то зарезали дочь, обезобразив лицо, кого-то изнасиловали, кого-то самих избили при детях на детской площадке, это то, что понимаете, болевой порог наверное переступил, то что раньше 20 лет назад была катастрофа на всю Германию, если был изнасилован ребенок, то вся Германия стояла на ушах и вся полиция, и в конце концов его находили, он получал заслуженное наказание, то сейчас совершенно другая ситуация. И поэтому я рад, что наконец-то какое-то движение пошло в эту сторону. Я полон ненависти к антифашистам, которые забрасывают этих женщин камнями, обзывают их подстилками права радикалов и нацистов, обзывают их нацистами, это женщин, которые хотят мира и покоя для своих детей и для себя. То есть вот настолько перевернута сейчас идеология в Германии, настолько, именно настолько. В маленьком городке 8 тысяч жителей, где вот со страшной силой изувечили и зарезали девушку, 16-летнюю, красивую девушку, ученица очень замечательная. Вот вышло на улицу 5 тысяч человек и нашлась та же кучка гадов, я их по-другому не назову, который против демонстрировали. Против чего вы демонстрируете, идиоты? Против своих матерей, против своих сестер? Ну, ладно. То есть я объяснил, почему сейчас снова на мне эта майка. Два года назад, вы помните, я вышел на площадь в Германии с двумя флагами, с немецким флагом и с русским флагом. И между мной был такой плакат, где я призывал к защите и охране женщин, матерей и детей. И стояла знаменитая фраза «Я здесь, и я стою здесь, и я не могу иначе». Это Лютер. Так вот, в связи с этой ситуацией, просто появился повод, и я как раз сейчас, не секрет, что Германия вооружается, то есть столько вступления в клуб для стрелков не было никогда, столько не было продано оружия. Каждый защищает себя по-своему, потому что надежды на государство или на полицию. Полиция защищает вот этих, которые против, демонстрируют. То есть этих антифашистов, так называемых, которые на самом деле являются фашистами, которые поддерживаются государством в этом году, 120 миллионов только на их содержание было. Их сажают в автобусы, им оплачивают демонстрации. Они находятся на содержании государства. Это, по сути, СА-отряды. Это СА-отряды или роты-бригады, то есть красные бригады, как хотите назовите, настоящий террор. Против собственного населения, но, уже того, нише того, против собственных матерей. Вот это страшно. Ну, ладно. Поэтому тема наша, сегодняшняя, будет оружием. Теперь я позволю себе улыбнуться немножко. Дело в том, что я сейчас фотографирую также и для стоков. Я делаю, у меня сейчас немножко сменилась политика, я делаю 2-3 серьезные работы, как всегда. И до 10 в день, я сказал себе, целый март я буду работать так, где до 10, чтобы дотягивать, я снимаю попутные какие-то предметы. Там апельсины, мандарины, на, как один говорился, бредовые, как они, изоляты. Вот я делаю бредовые, изоляты. Но делаю красиво. И хочу вас этому научить. То есть, сегодня у нас будет урок по фотографированию. Оружие, это, конечно, не детский урок, поэтому он не проходит в среду, а проходит вот внеочередной, вот во вторник. Окей, так, давайте посмотрим, как я это все делал. Так, давайте посмотрим, что у нас с вами есть. У нас с вами есть пыха справа, пыха слева, зажата немножко в клещи, так это, и сверху. Ну, я говорю, что такое огромное тут не обязательно, просто он мне стоит, ну и пусть стоит. Так, сзади мы видим белый фон и обыкновенную тут столешницу. Так, и вот объект нашего, сегодняшнего фотосессии нашей. То есть, это, по-моему, Вальтер, я небольшой знаток оружия, да, Вальтер. Это софт-ар, то есть, стреляющий вот такими пульками. То есть, по сути, делает игрушка. Но игрушка тяжелая, игрушка правдоподобная, очень со всеми функционалами. Поэтому мы вот сегодня ее и будем снимать. Так, что мы с вами сделаем? Ну, во-первых, ее надо подвешить. Так, давайте мы... Так как она довольно тяжелая, то я ее поставил на гусачок небольшой, то есть, если журавлика хотите, назовите. Вот, и теперь, занят у жены пару ее розовеньких гантелек и полифиленовый бюджет, я сейчас попробую ее поднять на нужную высоту. Так, вот она поднялась. Вот так. Все прекрасно. Гантелька работает. Так. Ну, и видим, у нас тут пока болтается все. Но это не проблема. Я вот думаю, что они одинаковы с обоих сторон. Почти, да, почти. Где тут лево, где тут право. Если я справа стреляю, то вот это право. Хорошо. То есть, мы сейчас сделаем немножко сопротивления, вот так. Выставим пряменько. И вот тут у меня есть такая деревяшечка, которую между ними воткну и сюда приклею. Почему я сразу не вешаю? Потому что я хочу сегодня их с разных сторон. Но пока вот мы с вами займемся именно вот этой стороной. Так, хорошо. Ну, давайте сделаем следующее. У нас сейчас абсолютно мягкий свет, вот как сейчас, дневной у меня, да. То есть, особо мы здесь, но мы видим, у нас здесь есть ребра, да. У нас есть здесь курок, который имеет грани. У нас здесь ручка, которая, по сути дела, должна немножко как бы вырисовываться ее объем. У нас плоско получилось и ужасно. Поэтому мы сейчас, мало того, у нас появились и сразу засветы. Мы к фону близко, мы хотим на белом фоне. Вот. Но засветов как бы не избежать. Что нам в этом случае поможет? Давайте мы с вами пойдем постепенно. Сначала мы создадим сцену. То есть, вы понимаете, чтобы убрать эти засветы все на белом фоне, которые неизбежны, мы должны этому с чем-то противостоять. Нет ничего лучше, как наших легких и в то же время действенных пенопластиков. Так. Вот мы поставили два пенопласты. Так. Смотрим объектив. Так. А, тут немножко леговато. Чуть-чуть отодвинем. Так. И поднимем. Поднимем наш штатив. Хорошо. Все. Вот теперь замечательно. Фотографируем. Так. Можем сравнить. Сейчас. Вот. Мы видим, что края стали темные. Но наш пистолет по-прежнему еще. И проблема в том еще, у него сверху остаются белесые оттенки. Ну, тут мы тоже сейчас с вами поступим. Хитро. Потому что, вот почему я люблю так пенопласт? У них вообще с ним нет вопросов как-то что-то закрепить. Вот сейчас мы его закрепим просто вот булавочками. И тем самым, мы уже, считайте, прикрыли. Так. Сверху. Пока. Ну, конечно. Конечно, мы сверху отбили. Отлично. Но. Мы с вами потеряли низ. Сейчас везде все черное, да? Мы потеряли низ. И отсюда тоже хочу, чтобы что-то засветилось. Сейчас вы поймете, чего я хочу. То есть я в этот раз снизу наоборот белую подставлю. Вот так. И мы видим, что нижняя часть немножко приобрела то, что нам нужно. Вот этот оттенок. Немножко серовато, вот особенно это видно вот в этом месте. Так, стоять, стоять. Хорошо. Но. Я до сих пор недоволен. И почему? Ну, потому что первым мы обратим на ручку, она все равно невнятная. Для чего? Мы сейчас с вами более жесткий сервис будем использовать. Оставляем один диффузор. Вот так. Вставляем его. И фотографируем теперь с одним диффузором. О! Это перебор был. Так. Надо удалить. И видим, что у нас, ага, у нас как бы осветилось. более-менее стало выраженной. Красота. Нам больше не надо, понимаете? Потому что все-таки это пластик. Это пластик. Так. Но, как быть с этими рифленками? Скажете, тоже вот это убрать? Да, можно. Но дело в том, что у того, у кого есть бьюти дичь, и сейчас я вам покажу его действия, почему его стоит приобретать. И тарелка чем больше, тем лучше. Я сейчас нарушил то, что о чем я вам говорил. Я снимаю прямо на лампе. А вам иметь, это страшно не видеть. Ну, заговорился. Обычно снимаю, собираю на полу. Ну, такую легкую вещь я могу, конечно, и здесь собрать. Так. Вот щелчок. Все, она стоит. И вот теперь мы ее наискосочек включаем. И, я надеюсь, мы делаем заключительный снимок сейчас. Да, конечно. Конечно, ребята. И вот сравните, что было до того, и что вот сейчас. Мы, конечно, можем чуть-чуть посветлее снять, потому что это черная штука. Давайте еще раз. И все. У нас очень симпатичный пастолет. Получился. Ну, вот и все, дорогие друзья. Я сейчас просто буду его крутить в разных позициях, пока я не наснимаю там, чтоб пять, потом лежа поснимаю, сидя и так далее. То есть, выжму из него все, что возможно. Возможно, еще и в руках подержу его так, 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 потому что в связи с последними этими насилиями эта тема становится важной, важнее, чем люди в черном с этими плакатиками, тем более делают без напряга. Не знаю, говорил нет, но дело в том, что когда я с этими флагами стоял, да, женщины проходили или презрительно усмехались, или же вообще говорили, что это позор, то, что я делаю. Это надо было пройти два года, надо было, чтобы они пострадали, чтобы начались страшные вещи, чтобы до них дошло. Это непуганные идиоты, скажем так, по сути дела. Ну, зато теперь я рад, что спустя хотя бы два года, я это увидел ситуацию два года назад, в 2015-м, я знал, что это заорда идет сюда, что это никакие не беженцы, никакого защиты им не надо, им надо сытно жрать, ничего не делать и заниматься торговлей наркотиками, что они в принципе успешно делают сейчас. Ну, ладно, то есть вот так в перемешку с политикой у нас сегодня произошел маленький воркшоп, который, я надеюсь, вам в будущем поможет. Ну, а я прощаюсь с вами, вернее, не с вами, а с вашими медишками до среды, мне приходят заказы от маленьких моих, от моей внучки пришел заказ, от наших подписчиков пришли, от детей заказы, я буду их выполнять. А вам вот пистолики играйте. итак, всего вам доброго, ребята, пока. Музыка. 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 Музыка.